Звёздное небо Которые находятся от нас на огромных расстояниях А вот самая близкая к нам звезда Это наше Солнце Солнце, Солнышко Центр нашего космического дома Посмотрите на Солнце Видите, вокруг него вместе с Землёй движутся и другие планеты Вся эта большая семья и называется Солнечная система Солнце — самая обычная звезда Жёлтый карлик Такие звёзды часто встречаются во Вселенной Солнце погаснет нескоро Примерно через 5 миллиардов лет А пока что оно дарит жизнь нашей маленькой родной планете Солнечного тепла и света хватает всем живым существам на Земле Несмотря на то, что Солнце находится от нас очень далеко Почти 150 миллионов километров И жизни не хватит, чтобы до него дойти А если бы вдруг наше Солнце погасло Перестало светить и греть Стало бы так холодно Что замёрзла бы вся вода на Земле Замёрз бы даже воздух Погибли бы люди, животные, растения Наша планета стала бы холодной и мёртвой Температура на поверхности Солнца Около 6000 градусов А внутри ещё выше При такой высокой температуре Металлы не просто плавятся А превращаются в раскалённые газы Поэтому на Солнце нет ничего твёрдого и жидкого Там только раскалённый газ Солнце — это огромный раскалённый газовый шар Все мы зависим от него Солнце — самая близкая к нам звезда Познакомимся же с его детками Мы начнём наше путешествие С ближайшей к Солнцу планеты — Меркурия Меркурий — самая шустрая планета Она быстро кружит вокруг Солнца И каждую секунду пролетает почти полсотни километров Благодаря такой фантастической скорости Год на Меркурии длится всего три земных месяца Его очень трудно наблюдать с Земли Но мы с вами можем повстречаться с ним поближе Древние римляне считали Меркурия Покровителем торговли, путешественников и воров Неудивительно, что небольшая планета Которая быстро двигается по небу вслед за Солнцем Получила его имя Если к Меркурию отправить космонавтов То не стоит осуществлять посадку На дневной стороне этой планеты Там — настоящее пекло А на ночной стороне — лютый мороз На поверхности Меркурия Любой человек ощутит необычайную легкость Как будто бы сильно похудел во время полета Меркурий — небольшая планета И поэтому все тела тут значительно легче Маленькая планета не в состоянии удержать Возле себя оболочку из воздуха Атмосферу И здесь крайне необходимы специальные костюмы — скафандры А сколько тут кратеров Поверхность Меркурия сплошь усеяна ими Большинство из них образовалось из-за падения маленьких космических камней — метеоритов А так как воздуха тут нет, кратеры сохраняются такими, как были, много лет Для жизни Меркурий совсем не подходит Нет воздуха, нет воды Ночью все вымерзает от страшного холода А днем близкое солнце струится испепеляющим огнем Что же находится дальше за Меркурием? Венера — вторая от солнца и самая близкая к нам планета Она носит имя богини любви и красоты Ее хорошо можно наблюдать на утреннем и вечернем небе Поэтому Венеру называют вечерней и утренней звездой Но такие красивые названия обманчивы Давайте подлетим к ней и посмотрим, почему же это действительно так К Солнцу Венера находится ближе И год там короче, чем на Земле А вокруг своей оси Венера обращается очень медленно Год там короче суток Благодаря своим размерам Венеру нередко называют сестрой Земли Но Венера похожа на Землю лишь на первый взгляд Природа здесь резко отличается от земной Представьте себе, температура там намного больше, чем на кухонной плите Очень горячую атмосферу Венеры ученые связывают с парниковым эффектом Знаете, что это? Облачный покров является ловушкой для солнечных лучей Плотная газовая шуба назад тепло не выпускает, образуя гигантскую парильню Облака эти состоят из мельчайших капелек серной и соляной кислоты Поэтому свет и не может проникнуть через такой заслон Не очень гостеприимная планета Лучше нам отправляться дальше Субтитры создавал DimaTorzok А дальше лежит третья от Солнца И самая дорогая для нас планета Родная Земля Единственная планета, на которой существует жизнь Как считают ученые, Земля образовалась около 4,5 миллиардов лет назад Жизнь появилась на Земле примерно на миллиард лет позже С тех пор наша планета изменилась очень сильно Появилась атмосфера, которая защищает нас от вредных солнечных излучений и метеоритов Атмосфера позволила появиться здесь и успешно развиваться живым организмом Большую часть нашей планеты занимает Мировой океан А остальную часть — континенты и острова Вода необходима всем известным живым организмам Но нигде в Солнечной системе, кроме нашей Земли, не существует ее в жидком виде Земля — известным живым организмам Но нигде в Солнечной системе, кроме нашей Земли, не существует ее в жидком виде Земля делает полный оборот вокруг Солнца за один год а полный оборот вокруг своей оси за одни сутки. Среди трех планет, которые мы уже пролетели, только Земля имеет природный спутник — Луну. Нам пришла пора познакомиться и с ней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Марс имеет два спутника — Фобос и Деймос. Они маленькие, похожие на картофелины, вращаются вокруг Марса. Давайте мы подлетим к нашему соседу. Дима Торзок Красная планета Так часто называют Марс. Он расположен дальше от Солнца, чем Земля. Поэтому и двигается вокруг Солнца медленнее. Год на Марсе вдвое длиннее земного. Из всех планет Солнечной системы Марс больше всех похож на нашу Землю. Атмосфера у Марса есть, но ее воздухом нельзя дышать. Есть у Марса и вода в полярных шапках, но в виде льда. Почти вся поверхность покрыта красным песком и камнями. Возможно, что миллионы лет тому назад эти камни принес мощный поток воды. Тогда здесь были не только речки, но и озера, и даже моря, и океаны. Ну а потом часть воды могла испариться в космос. Другая часть в виде льда собралась в полярных шапках. А еще на Марсе есть гигантский каньон – долина Маринера. Он протянулся практически посередине, вдоль экватора. Этот каньон самый глубокий на планете. И, конечно, гора Олимп. Она поражает своими размерами. Это гора-вулкан. Но сейчас все марсианские вулканы спят. Не будем отвлекаться. Мы ведь еще только в середине пути. На очереди Юпитер – первая из четырех планет-гигантов. Эти планеты совсем не похожи на Землю. Они не имеют твердой поверхности. В отличие от Земли, они окружены большими свитами из спутников. Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Направляемся к нему. Еще несколько веков назад итальянский ученый Галилей открыл четыре самых крупных спутника Юпитера. Их позже назвали «галилеевыми спутниками». Удивительные полосы опоясали диск планеты. Красные, желтые, голубые, коричневые, серые. Они в сочетании с многообразием дуг, петель, колец придают Юпитеру пестрый вид. Огромная скорость вращения повлияла на форму планеты. Недаром Галилей изображал ее в виде сплющенной буквы О. Юпитер весит вдвое больше, чем все остальные планеты вместе взятые. Чтобы на чаше весов уравновесить Юпитер, пришлось бы сложить 318 земных шаров. Юпитер иногда называют Солнцем, которое не родилось. Будто огромный глаз смотрит на нас большое красное пятно. Оно так и называется — Большое Красное Пятно. И наблюдается уже несколько столетий. Планета была известна людям с глубокой древности. Современное название Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога. Но нам пришла пора покидать планету и отправляться к следующему гиганту нашей Солнечной системы — Сатурну. Сатурн — вторая по величине и шестая от Солнца планета Солнечной системы. Она была названа в честь бога времени и судьбы Сатурна. Размеры планеты лишь немногим уступают Юпитеру. Давайте познакомимся с ним поближе. Подобно Юпитеру, Сатурн почти целиком состоит из газа. Сатурн также — самая далекая от нас планета из видимых невооруженным глазом. Так же, как и Юпитер, она имеет несколько десятков спутников. Многие из них похожи друг на друга. Есть и неповторимые. Но самый загадочный из них — это великан Титан. Атмосфера Титана такая же, как и у Земли в далеком-далеком прошлом. Сатурн часто называют окольцованной планетой, потому что настоящим украшением его являются живописные кольца. Телескоп позволяет увидеть их очень хорошо. Настоящий космический стадион. Они очень широкие и состоят из огромного количества ледяных глыб разнообразных размеров. Кольца Сатурна поражали еще первых наблюдателей. Когда Галилей впервые взглянул на Сатурн в телескоп, он был изумлен. Ученый описал Сатурн как планету с ушами. Все кольца были обозначены буквами. Некоторые из них, например, перекручены и узловаты, словно спутанные веревками. На этой планете постоянно наблюдаются грандиозные штормы, которые видно даже с Земли, и молнией в придачу. Было замечено, что большинство гроз проходит в одной части планеты. Почему это так, ученые пока объяснить не могут. Может, когда грозы кончатся, эта планета заголубеет, как Земля? За пределами орбиты Сатурна находятся две планеты, имеющие много общего между собой — Уран и Нептун. Подлетим поближе сначала к Урану, а потом к Нептуну. Познакомимся с ними. Урана есть тоненькое, почти незаметное кольцо. Этот гигант тоже окольцован. Там не согреешься в солнечных лучах. Красивый, голубовато-зеленый цвет имеет Уран. Этим цветом атмосфера планеты обязана особенному газу — метану, как в газовой горелке на плите. Путешествие Урана по орбите занимает чуть больше 84 лет. Иногда, очень редко, его можно увидеть невооруженным глазом. Уран интересен и тем, что он движется по орбите не как все планеты, а как будто катится на боку, словно бочка. Возможно, что миллионы лет назад планета столкнулась с какой-то гигантской кометой и опрокинулась на бок. Мин Плутоном его назвали Харон. Двойная планета. Ноздря в ноздрю с Плутоном, вокруг Солнца совершает свой путь Харон. Харон и Плутон постоянно обращены друг к другу одними и теми же сторонами, так как расстояние между ними неправдоподобно малом. А что же находится дальше после того, как мы покинем Солнечную систему? Что ждет нас в глубинах Вселенной? Найти планеты, которые были бы похожи на нашу Землю. Казалось бы, мечта несбыточная, ведь звезды так далеки. И все-таки астрономам это удалось. Такие планеты называют экзопланетами. Возможно, когда-нибудь в далеком будущем наши потомки сумеют посетить планеты у далеких звезд. И необыкновенные пейзажи откроются перед ними на неведомых пока далеких планетах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова